Ну а теперь давайте поговорим про веб-аналитику. Из всех систем, которые есть, в особенности бесплатные, в особенности у нас в Рунете, можно сказать так, что есть система Google Analytics и есть все остальные. Потому что то, что позволяет Google Analytics, не позволяет больше ни одна система, в особенности, чтобы работать профессионально в Google Analytics, чтобы она дала вам безграничные возможности, необходимо все-таки, можно и без этого, но неплохо бы разбираться в JavaScript программировании. Вот те люди, которые разбираются в этом языке программирования, просто могут творить вещи с Google Analytics, абсолютно весь свой бизнес взять под полный контроль. Также, я думаю, вы знаете, что у нас в Рунете есть такая система, как Яндекс.Метрика. Значит, у Яндекс.Метрики есть, на мой взгляд, только два преимущества, только два, по сравнению с Google Analytics. Во всем другом она уступает, ну, как сравнить, извините, мягкое место с пальцем. Так вот, значит, первое, это карта кликов у Яндекса, она просто визуальнее, намного понятнее. И одно довольно серьезное преимущество, почему я даже на своих сайтах использую Яндекс.Метрик, это отчет по демографии, по полу, возрасту и, ну, собственно говоря, по полу и возрасту, да, извиняюсь. Так вот, значит, откуда Яндекс это берет? Он говорит сразу, что я знаю от всех посещений за энный период. Я буду на примере проводить с 8 по 10 марта, то есть это вот когда вышло интервью предыдущей SEO-тренда. И вот мы на примере этого всплеска посещаемости, грубо говоря, была у Юсуфа на посте ссылка прямая на мой сайт. И вот мы немножечко сейчас это будем анализировать. Итак, то есть с 8 по 10 марта. И он говорит, что из всех посещений, которые были за этот период, я знаю всего 40%. То есть это те люди, у которых есть свой аккаунт на Яндексе. И он говорит, что из этих 40%, которые я знаю, мужчины составляют почти 7%, женщины составляют 23,2%. И, соответственно, возраст. Знать очень полезно, в особенности, когда вы занимаетесь профессиональным, к примеру, копирайтером, или заказываете текст у профессионального копирайтера, и серьезные люди, которые занимаются копирайтингом, они уделяют внимание непосредственно демографическим данным. Понять, кому вы пытаетесь продать. То есть 16-летнему парню, у которого там свои какие-то заботы, свои проблемы, вот. Либо 40-летнему, извините меня, мужику, ну, это надо знать, потому что этим двум группам людей продавать надо по-разному. Нужны свои тексты, нужен свой подход и так далее и тому подобное. Это единственная вот вещь, вот это и еще вот карта кликов. То есть вот карта путей по сайту, она у Яндекса немножечко более наглядна просто, нежели у Гугл. Сейчас она на загрузится, мы ее посмотрим. Сейчас мы ее уменьшим. То есть вот в ней изначально можно заблудиться, но, к примеру, перейдя на какую-то ту или иную страничку, уже будет более-менее понятно. То есть это как пользователи. То есть вот я смотрю, что с инфофорума ко мне приходили там куда-туда-туда-туда, куда дальше пошли, к примеру, отсюда. Вот. То есть на этой странице, эта страница шли вот сюда вот. И, соответственно, еще вот с этих были переходы. То есть немножко нагляднее. У Гугла она чуть-чуть запутаннее. Ну, я думаю, что в скором времени у Гугла будет все в порядке. И, соответственно, отчет по демографии. Еще будет очень большой плюс непосредственно у Яндекса. Они недавно купили такую систему, как веб-визор. Это система видеоанализа, наблюдения за действиями пользователя непосредственно внутри вашего сайта. Вот когда данная система внедрится в Яндекс.Метрику, Яндекс.Метрика, конечно, немножечко отожмет. У Гугла какой-то процент. Потому что, если весь функционал веб-визора внедрится, это очень интересно и классно. Потому что, во-первых, русскоязычный сервис. Вот. И, во-вторых, нужные данные показывают. Есть англоязычный. У меня на сайте было по нему видео по clicktail.com. Вот. Но он абсолютно англоязычный. Поэтому для людей, кто не особо в английском, он неудобен. Я сразу скажу тоже, что я не полиглот. Я английский язык на уровне face and up table. И дальше-то особо я его и не изучал никогда. Но просто с учетом того, что в технической среде очень много приходится вариться. Поэтому мне освоить какие-то моменты на том же Clicktail не составляет проблемы. Вот. Ну да ладно. Бог с ним. С Яндекс.Метрикой я рекомендую Google Analytics. Потому что действительно система шикарная. Просто шикарная. Значит, зарегистрируетесь в ней. Вы получите код. Соответственно, код для установки к себе на сайт. Если используете CMS-систему, соответственно, код вставляется по умолчанию в шаблон. Если у вас статический сайт, то код надо добавить на каждую страничку, которую вы хотите отслеживать. И один сразу нюанс. Значит, код добавляйте не просто. А вот в таком виде. То есть у вас будет GagPush первый. Это Set Account. Указание, какой у вас аккаунт. Соответственно, у вас здесь будет своя цифра. И следующее неплохо бы добавить некоторые поисковики. Потому что, к примеру, такие поисковики, как Rambler и Mile, Google вообще не признает за поиск. Так же, как он не признает, к примеру, Яндекс.Директ за систему контекстной рекламы. Вот, поэтому вот этот вот код к себе добавьте. Если интересно, давайте поподробнее, откуда такие данные берутся. Вот что здесь вводится. То есть у нас есть тег GagPush. Мы говорим, это Organic. То есть добавить органическую систему. То есть добавить поисковик. Указываем доменное имя. И вот некий параметр. То есть вот здесь вот Query, здесь Words. Откуда этот параметр берется? То есть это на тот случай, если вы какой-то специфический поисковик захотите добавить. Значит, давайте посмотрим на примере того же Rambler. Вот, то есть мы заходим на Rambler, вводим какой-то запрос. Пусть это будет SEO. Челкаем найти. И обращаем свое внимание на строку браузера. Сейчас я что-то понагляднее возьму вот эту штучку для рисования. Значит, вот мы обращаем свое внимание и ищем наше слово. Мы ввели SEO. SEO вот она. А вот тот самый параметр, который отвечает. То есть Query равно SEO. И, соответственно, то же самое мы пишем. Добавить органик. Берем доменное имя. Как мы здесь видим, мы зашли на Rambler, набрали. Но именно доменное имя у нас изменилось. У нас нового.rambler.ru. Значит, соответственно, мы его сюда прописываем. И вот этот вот параметр Query, который, соответственно, в строке запросов присутствует. Таким образом, Google Analytics будет считать за поисковик то, что вы пропишете. И у вас все будут фиксироваться ключевые слова. Собственно говоря, по которым к вам приходят. Без этого все переходы с Rambler на ваш сайт будут обозначать как трафик реферал. То есть, просто банальный переход по ссылке, не больше. Ну так вот. Значит, в этом небольшом видео, что, какую основу выложить. Значит, вся аналитика идет в разрезе целей. Абсолютно вся. Бессмысленно просто смотреть на ключевые слова. Бессмысленно. Их надо анализировать. То есть, какие цели у вас на сайте. К примеру, для коммерческого сайта. Там заход до страницы контакта. Регистрация на сайте. Подписка на рассылку. Форма онлайн заказа. Отправка. И так далее. И тому подобное. Для интернет-магазина. Факт покупки. И так далее. Вот эти цели надо настроить. Потому что только в разрезе них можно снять нормальную аналитику. Можно отключить неэффективные слова с контекстной рекламы. С поискового продвижения. И так далее. И так значит. Задается. Вы когда добавите. Непосредственно регистрируетесь в Google Analytics. Добавите профиль веб-сайта. И в настройках профилей у вас будет возможность задать так называемые цели. Существует значит 4 набора. У нас по 5 целей. То есть всего мы можем задать 20 целей в одном профиле веб-сайта. Профилей веб-сайта может быть много. То есть соответственно если у вас целей много. То надо будет банально добавить новый профиль. Вот к примеру у меня для 7promoter.ru. У меня первый набор целей. Это переход к оплате. Курс заказ курса. Регистрация партнера. То есть заказ с доставкой. И заказ с оплатой наложенным платежом. Второй набор целей. Это уже непосредственно для сайта. А не для продажника. Это регистрация на сайте. Это подтверждение регистрации. Это подписчик. Вот. То есть грубо говоря. Я это ввел. И уже в разрезе вот этих вот целей. Это как бы основная метка. Я могу что-то проанализировать. Определенные источники трафика. И так далее. Определенные ключевые слова. Вот. Также есть фильтры. Но о фильтрах разговор отдельный. Потому что ну вот у меня если видите. Есть полный реферал. Специально там настроенный фильтр для контекстной рекламы в ВКонтакте. Трафик без ВВП. Исключаем редакторский трафик. Но об этом фильтрах пока рано. Для начала надо просто задать цели для своего сайта. То есть как они задаются. Давайте мы щелкнем куда-нибудь добавить цель. Давайте. Открою я свой сайт. Мы посмотрим что еще может быть на нем целью. Так. Вот он. На кроссе. И значит что у нас здесь может быть целью. Ну давайте предположим просто чисто для теста. Что у меня здесь целью будет вот страничка зайти почитать об авторе. К примеру. Или вот к примеру на обратную связь. Не отправка. Как отправка. Это немножечко посложнее. А вот именно заход на страницу. И мы здесь говорим что название цели у нас какая. Ну пусть будет обратная связь. То есть заход на страницу. И у нас здесь есть. Да. У нас есть типы цели. То есть переход на какую-то конкретную страницу. Время пребывания. Время пребывания на сайте. И количество просмотренных страниц за посещение. Нас сейчас интересует непосредственно переход на страницу. На конкретную. Значит тип соответствия. У нас есть соответствие заголовка. Точное соответствие регулярного выражения. Нас интересует соответствие заголовка. Соответственно здесь вот справочки. Можно прочитать что такое типы соответствия. То есть очень хорошо помогает. Когда вы знаете язык регулярных выражений. Чтобы задавать конкретные хорошие цели. Итак. Значит мы говорим соответствие заголовка. Целевой урл. Это непосредственно тот урл. Начиная с третьего слэша. На который нам надо перейти. Вот к примеру смотрите. У меня. Значит здесь. Вот адрес. Да. А вводим мы. Вот начиная с этого третьего слэша. Все остальное включая третий слэш. То есть мне надо ввести. Целевой мой урл. Грубо говоря будет. Вот. About feedback. Так. Я его ввожу сюда. Вот. Учитывать регистр. Нет. Не учитывать. Полезной цели. Об этом тоже сейчас не будем. И еще есть такая возможность как задать последовательность для этой цели. То есть что такое последовательность. Это то когда вы четко знаете. Вот. Что. Какие шаги должен выполнить пользователь. Чтобы цель была совершена. К примеру это очень хорошо. Да. Для онлайн коммерции. Когда есть конкретно заказ. Оформить заказ. Оплата. Спасибо. Вот последовательность. Потому что. Сейчас мы еще это посмотрим. Очень интересный отчет. Везет визуализация последовательности. Извините. Что-то заговариваюсь потихонечку. Вот. Значит соответственно настроили цель. Задали. И нажимаем все. Сохранить цель. И уже будет считаться. Значит. Один момент. Google Analytics не считает в реальном времени. То есть данные появляются. Даже. 100% нормальные данные появляются на следующие сутки. Но даже если вы будете за эти сутки просматривать. То данные будут появляться через час. Через полтора. Может быть через два. Но это в принципе допустимо. Это нормально. Значит. Как задавать последовательность цели. Ну давайте. Вот рассмотрим переход к оплате. Цифровая версия у меня. Я еще окно. Изменить. И вот у меня здесь задан. У меня есть определенный целевой URL. И вот. Есть конкретные шаги. Которые надо пройти. Вот данных. Данный ввел. Страница оплаты. И все. И вот на эту страницу. Окей. Спасибо. Вот. Соответственно. Вы настраиваете уже цели под свой сайт. Какие они конкретно у вас. Ну я не могу знать. Сразу хочу сказать. Что Google Analytics. Может быть придется немножечко поюзать. Немножечко в ней поразбираться. Но позволит вам практически любую цель настроить. Путем последовательности. Регулярные выражения. И так далее. И тому подобное. Так. Теперь что мы с этими. Собственно говоря. Целями делаем. Да. Друзья. Поймите меня правильно. Я пробегаю все это быстро. Но потому что. Если у вас нет знаний в Google Analytics. И мне вот так вот их вам выдать за раз. Но это надо будет часов пять просто сидеть и объяснять. Поэтому я даю больше конкретики. И вот конкретно какие-то действия. Значит. Переходим уже непосредственно в. То есть. В аккаунт Google Analytics. Отправим профиль веб-сайта. И переходим к данным. Значит. Я не буду разбирать сейчас все подряд. Нас сейчас будет интересовать источники трафика. Вот отчет. Правильненький. В правой колонке. Вы можете видеть. Давайте даже я его вот так вот выделю. Вот. Значит. Это общий обзор. То есть. Мы можем посмотреть. Проанализировать энные источники трафика. У меня период. Как вы помните. Я взял с 8 по 10 марта. Значит. И мы видим. Да. У нас. Открывается. И показывает. Что за этот период был 51 источник. Откуда переходили. Но это все хорошо. Вот я вижу. Что с Russian Marketing шли. Там прямой трафик шел. И так далее. И тому подобное. Но. Какой мне от этого смысл. По-моему. Никакого. Ну. Кроме как показатель отказов. Я могу посмотреть еще что-то. Какие-то моменты. Намного интереснее. Вы уже догадались. Это цели. Теперь открываю набор. Цели 1. Ну. Обратная связь. Да. Когда мы ввели цель. Вот я сейчас добавил. Да. К примеру. Обратная связь. Переход на страницу обратной связи. Она еще не. Она недоступна в истории. То есть. На прошлых данных. Она работать не будет. Поэтому будет показывать ноль. Так. А вот теперь мы смотрим. С Russian Marketing были переходы. Соответственно. Вот такой процент. К оплате. К доставке. Заказы на ложкой были. И также по другим смотрим. Прямой трафик. Что принес. Какой-то сайт. Источник перехода. Ну. Поскольку их много. Нам смотреть неудобно. Мы введем. Сейчас такой фильтр. Да. Мы щелкаем. Расширенный фильтр. Выбираем здесь. Значит. Переход. Какой цели мы можем. Хотим проанализировать. К примеру. Ну. Не знаю. Давайте зарегистрирован партнер. Да. И ставим. Зарегистрирован партнер. И процент больше, чем ноль. Вообще. Лучше. Конечно. Есть такое правило. Когда у вас уже много данных. К примеру. За три месяца берете. Правило одного процента. То есть. Анализировать источники. У которых конверсия больше одного процента. Также и ключевые слова. Все остальное просто убирать. Но мы сейчас больше, чем ноль. Потому что у меня еще данных мало. Очень мало. Для анализа. У меня за месяц там. За период было в районе 6500-7000 посещений. Поэтому этого очень мало. Мы щелкнем применить фильтр. И видим все наши источники. Откуда соответственно. Переходили. И откуда был процент. Для достижения конверсии. Зарегистрирован партнер. И вот мы видим. Что там. Такой это процент. У нас на нашем маркете. Ну то есть вот. Мы видим конкретно. Какие источники работают. Когда полезно. Элементарно. Даете рекламу на сотни сайтов. Заплатили деньги. Какой сайт работает. Давайте всегда рекламу. Если на сайтах. Там. Каких то рекламируетесь. Баннеры. Ссылки. И так далее. То всегда какие то. Определенные тестовые суммы. Загружайте изначально. К примеру. 1000-2 рублей. На один сайт. На второй. На пятый. На третий. Десятый. Далее. И вот. У вас реклама прошла. И вы садитесь за анализ. Я вас уверяю. Что если вы дали на 10 сайтах. Из них отработают. Ну максимум 5. Все остальное будет просто стоять. Следующее. Когда у нас есть органический трафик. Да. Когда у нас идут поисковые системы. Вот у нас есть прямой трафик. Сайт. Источники. Вот мы посмотрим. Давайте посмотрим поисковые системы. Да. Мы видим. К примеру. Мы. Во-первых. Можем переключиться на оплачиваемый. И не оплачиваемый. То есть. Оплачиваемый. Это когда. К нам переходят с контекстной рекламы. То что мы указали. Не оплачиваемый. Соответственно. Это органический трафик с поисковиков. Ну. Давайте посмотрим на не оплачиваемый. Чтобы исключить ВКонтакте. Да. Вот. ВКонтакте исключился. Значит. У нас Google есть. Ну. Давайте зайдем на Google. И посмотрим. Значит. Разрез ключевых слов у нас открылся. Здесь вот ключевое слово. И посмотрим. А. Вообще по целям-то. Какие ключевые слова работают или не работают. Давайте также применим наш фильтр. Какой-то конкретной цели. Да. Ну. Переход к оплате. Я не знаю. С Google. А была ли нет. Цифровая версия. Значит. Больше чем ноль. Применить. И вот мы видим. Что. Был заказ. Непосредственно. Заказ. Да. Были. По такому ключевому слову. Как скачать курс SEO практика. Вот так вот. А оказывается у меня. На контекстной рекламе. Все вот эти. Скачать. Бесплатно. Стоят в минус словах. По умолчанию. А человек хотел скачать. Но купил. Вот такой парадокс. За этим надо следить. Для этого аналитика и нужна. Вот. А теперь. Не буду больше. Много рассказывать. То есть. Вот. Полазите. Отчеты очень интересные. То есть. Можно. Источники трафика. Да. Отчет по посетителям посмотреть. Новые вернувшиеся. Отчет по содержанию. Вот. Можно какие-то отслеживать события. У меня. К примеру. Есть на продажнике видеоплееры. Я могу отследить. Сколько начало просмотр. Какой процент просмотрели видео. Какое ушли. И так далее. Но. Вот. Еще сейчас нам интересно. Это цели. Это. То. Что я говорил. За этот период было. Переход. У меня очень четко. За этот период было. У меня ровное количество было. Значит. Переход. Заказ физической версии. Заказ цифровой версии. Вот. Одинаковое количество было. Значит. Вот мы видим. Что было. Грубо говоря. 28 заказов. У нас. Значит. Столько-то зарегистрированных партнеров. Столько-то регистраций было. Столько-то подписчиков пришло. Вот. И вот отчет. От которого. Пищат маркетологи. Все. Особенно в интернет-магазине. Это визуализация последовательности. Вот. На примере цифровой версии. Смотрите. Человек зашел на вот данных. То есть. На вот данных зашло 80 человек. Ушло 62. 22 процента пошли дальше. Данные ввел. То есть. Когда введены данные. Клик по кнопке фиксируется. Уже с 18. Осталось 14. 4. Вот сюда вот свалили. Вот. Значит. Перешли на страницу. Оплаты. Уже 11. Трое опять отсюда свалили. И уже 11. Все. Пошли платить денежку. Вот. Отчет просто шикарный. Знать на каком этапе вы теряете большее количество своих потенциальных клиентов. Да. На каком этапе они сваливают. Что там не нравится им собственно говоря. Это очень полезно. Итак. Друзья. Просто уже видео я растянул. Возможно все бегло. Показал. Но вот. Конкретные фишки. То что куда надо смотреть. Пусть бегло. Но разобрал. Поэтому не обижайтесь. Что так быстро. Что так мало. В будущем надеюсь продолжим. Будем разбирать. Анализировать. Отвечать на вопросы. А на этом я наверное заканчиваю свою. Сессию по аналитике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok